привет всем мои дорогие и я сегодня решила все таки ответить на ваши вопросы связано с методикой ген глендомана с нашей умницей как мы занимались как мы начинали какие успехи у нас мое мнение и если вам это интересно обязательно оставайтесь и посмотрите до конца этого видео эту методику основал военно-американский врач глендоман он работал с детьми у которых были травмы мозг врач всех своих больных детей учил читать обучение дома он проводил так на карточках красным красными буквами были написаны слова которые показывались детям и громко произносили вслух но это были не совсем обычные занятия они длились всего 5-10 секунд и с некоторыми промежутками повторялись до нескольких десятков раз необычный успех методики глена домана поспособствовало тому что военный врач на основе уже существующих методов смог разработать методику для развития обычных детей у которых нет умственных или физических отклонений детей которые развиваются по методу глена домана ее автор называет детьми возрождение они с самого раннего возраста начинают читать это происходит 3-4 или даже в два года и уже с такого младенческого возраста дети становятся настоящими эрудитами хорошо владеют знаниями будем этим по математике и прекрасно развиваются физическом плане для методика глена домана построена на том что он четко знает что к семи с половиной лет детский мозг уже сформирован а к трем сформирована его большая часть а учеба эффективна только в период роста мозга поэтому методика глена домана создана для детей раннего возраста прослушив эту информацию которая сейчас я вам дала видео а вот ту же информацию я прослушала когда ребенку было четыре месяца я искала что-то что мне было бы интересно чем бы я бы захотела своим ребенком заняться чтобы я могла ему дать в плане развития конечно всякая мама это делает смотрит в интернете и единственное что я нашла там маленькую информацию про глена домана про его вот эту методики с карточками потом я начала там искать по роликам увидела детей которые там выбирают какие-то карточки у меня вопрос откуда эта карта откуда эти карточки и я на наткнулась на компанию умница которая именно по этой методике и разрабатывает свои комплексы конечно это меня заинтересовало и когда давиду было четыре месяца я заказала именно чтение с пеленок я сделаю на него обзор это покупал я на лично свои деньги тогда еще у меня даже было 15 человек подписчиков тоже никаких корыстных целей и в цели рекламы я это видео не снимаю просто у вас были вопросы я на них отвечаю умницей мы стали заниматься когда нам было четыре месяца занимались там и хорошо ребенок хорошо он реагировал на карточки было все превосходно до 7 месяцев фактор болезни изменения до графика графика вашей жизни лета а это совпало с летом вакансы были мы выезжали и получилось так что мы не смогли вот эту регулярность соблюдать какой-то мере смогли но это не были стопроцентные занятия которые требовалось именно по методике потом ребенок заболел потом у нас была адаптация к яслям и я не переживая просто остановила этот процесс к 7 месяцев и отложила это все-таки годику плюсов программе для меня лично является то что комплекс с играми комплекс занятиями комплекса уже готовые самое главное и я тот человек который очень любит регулярно и спланирование все что с ним связано и для меня не было тогда я думала что не будет там сложно три раза пока показать ребенку если в течение дня целый с ним показать карточки провести эти занятия и вот именно плюс в том что уже все готово и вы ничего принципе это не делаете я не воспринимала умницу прямо вот в целью научить ребенка читать с пеленок или научить его до трех лет читать до четырех вы уже наверное с моего канала понимаете что я живу во франции а умница на русском языке и для меня не было прямо вот такого стремления чтобы он был первым в школе в университете потому что эта программа будет на французском я это осознаю я это знаю почему русский язык потому что умница на русском языке потому что для меня больше натурально общаться с ребенком на русском языке поэтому я выбрала эту методику на армянском я такой методики к сожалению не нашла и армянский я буду сразу отвечая на вопрос который тоже в очень много мне задаете армянский я буду внедрять активно в нашу жизнь именно в плане занятия после трех лет если вы захотите узнать больше про детей билан билангов и именно такого ребенка я могу отснять отдельное видео сейчас все-таки вернемся к умницы и методику дома на я вас воспринимала именно в том плане что ребенок будет запоминать даже для меня не было огромной проблемой что ребенок у меня не ассоциирует слова с предмет плюс еще огромный был в том что потом да я открыла этот плюс что именно компания умница она очень отзывчивая так так сказать к своим клиентам своему нить умничкам является что большинство случаев эти консультанты имеют детей с кем они именно они мамочками являются и занимаются мне это очень там греет душу то что меня кто-то понимает и вот именно вот в компании умницы и в этой методике я тоже это такое плюс даже могу сказать потом я скажу про плюсы в методике но наверное это любой методике касается это также касается методики монтенсори которую мы тоже практикуем про которую будет отдельное видео как мы это совмещаем так сказать с дома нам но плюс любой методики почему я продеваю все-таки с детьми как-то работать по какой-то методике потому что это как руководитель для мамы организатор для мамы плюс к этому ребенок учится быть усидчивым так сказать ребенок учится анализировать информацию ребенок учится слушать и это очень важно это очень приятно когда ребенок слушает и сто раз приятнее когда он это вам выдает в дальнейшем и вот именно методика дома на наверное научила ребенка смотреть фокусироваться воспринимать информацию посмотреть на карточки он их не швыряет у нас не было проблемы со швырянием маскиданием не за хотели хотение заниматься у нас таких проблем не было как вдруг я замечала вот чаще вы задаете этот вопрос как он реагировал если он не хотел как друг я замечаю что ребенок не хочет заниматься ребенок потерял интерес ребенок хочет просто поиграться с этими карточками я просто их убираю. Я не даю с карточками играться, и с первого же дня я просто ему не выдавала карточки, чтобы он понимал, что карточки это занятие с мамой. Мама должна показать, мама должна рассказать. И когда мама со мной будет играться с этими карточками, я могу их взять. И вот с первого дня как-то я так это делала, и так у Давида осталось. Если я беру и начинаю с ним заниматься, он пытается тянуться, хочет взять карту, что я говорю. Не сейчас. Мама тебе говорит слова. Он успокаивается, он выслушивает. Это, наверное, какой-то еще плюс, что дисциплина какая-то все-таки есть в этих занятиях. Делаем мы занятия по дневничкам. Скажу, что мы делаем. И, в принципе, дневнички на первых порах, на первых месяцах очень помогают. Именно в плане, когда ты делаешь плюсы и минусы, крестики и долики. Можешь какой-то писать дополнительную информацию, там место есть. Иногда прочитываешь игры, иногда прочитываешь показ, как надо показ делать ребенку этих карточек. Сейчас я вам скажу, что, наверное, будем уже относиться к минусам программы именно умницы, что дневники не сделаны прям идеально. Они не всегда вам будут помогать. Они не всегда вам будут нравиться. Они не всегда, особенно начиная с 21 недели, когда у вас уже не идут по одному слову, а идет сочетание слов двух. Вам не будет нравиться их сочетание, которое они предлагают в дневниках. Еще минус огромный, большой минус в том, что предложены такие игры, которые просто невозможно сделать в реальной жизни. Насколько бы ты и вы не старались, насколько вы не были бы идеальной матерью. Ну, невозможно сделать. Поэтому я придумаю сама игры, пытаюсь придумывать игры сама с моим ребенком, употреблять в нашей повседневной жизни какие-то слова побольше. И 100% по дневникам мы не занимаемся. Но каждые недельные слова, конечно же, я уже борку делаю по дневнику. Что касается занятия, очень много вопросов было именно как мы занимаемся. Я вам скажу, что я не хожу по дому с ребенком, показываю карточку, например, холодильник, иду к холодильнику, открываю холодильник. Это я делаю, вот в течение недели есть у нас слово холодильник. Я ему с карточкой холодильник показываю два раза максимум в неделю, когда у меня показ три раза в день. В остальных днях я сама же запоминаю эти слова, которые именно в этой неделе, в этом комплексе. И я начинаю ходить по дому, и когда мне нужно сказать именно какое-то действие, которое Давид должен сделать, я проговариваю немножко, акцент даю на то слово, которое мы изучаем. Например, или побольше прошу открывать-закрывать. Например, когда мы учили слово открывать-закрывать или включать-выключать, я ему пыталась это сказать, при любой возможности, я ему говорила, закрой шкаф, закрой дверь, закрой крышку, или дай маме, понеси папе. Единственное, что я придерживаюсь вот того трехразового показа. Наверное, если мы занимаемся, мы занимаемся три раза в день. Конечно, не бывает так, что каждый у нас, каждый показ, длится 15 минут по всем правилам. Нет. Утром рано, особенно когда я спешу на занятия, мы прямо у двери, я сажаю ребенка, он уже одет, я уже одета, и пока идет лифт, я ему показываю карточки. Конечно, мой муж в этот момент орет у лифта, показываю. Вот именно мне кажется, что психологически и для памяти вот эти три раза показа действуют. Один минус для мамочек будет то, что это все-таки длительный процесс, это иногда нудный процесс, там нужно использовать вашу фантазию и заниматься с ребенком, настраивать себя на занятия очень много. Не скажите, что не у всех у нас три раза в день будет хорошее прекрасное настроение и будет очень много сил заниматься, а это 54 недели, и надо все-таки, если вот взялись за это дело, все-таки до конца его донести и сделать это с любовью. Что касается непонимания окружающих. У меня очень много мамочки говорят, вот не понимают, вот не покупают, как я буду заниматься комплексом, когда моя родня, те же самые бабушки, все окрасы, все кровью и тети, дяди не понимают, что я делаю. Если честно, меня тоже не понимают, но я в этом не видела какой-то преграды, чтобы не заниматься с ребенком тем, чем я думаю, что нужно заниматься с моим ребенком. Поэтому дерзайте, выбирайте методики, не понимают, купите какое-нибудь обучающее и пособие, или дайте статьи, или дайте им посмотреть какие-то видео на эту тему, чтобы они поняли, что такое мантенсори, что такое дома, другие остальные методики. Что касается пропускания, конечно, бывали дни, что мы показывали два раза в день карточки, бывали дни, что было, показывала два раза в день. Бывали дни, что я не показывала вот там стабильно целую неделю, но я не боялась этого, я просто повторяла эту неделю на следующей неделе. Поэтому не слишком зацикливайтесь на дневниках, не слишком зацикливайтесь на этих цифрах, но и не слишком именно повторяйте одну и ту же неделю. Проверки. Самая интересующая тема, которую мне просто в каждом видео пишут, как ты проверяешь ребенка. Я его просто не проверяю. Ну реально, у меня нету дневника, которое советуется ввести какое слово сказал, какое слово не сказал, из каких слов что он выбрал. Я просто ему предлагаю. Сделали ему неделю, вижу уже воскресенье, ну давай попробую, посмотрю. Не выбрал, не захотел, был с тобой, не надо, не надо, все. Не хочет выбирать, ищу какой-то другой способ понять, он запомнил или не запомнил. В последнем моем видео на инстаграм, кстати, подписывайтесь, кто не подписан, переворачивала слова, и он переворачивал в обратную сторону и корректно ее держал и читал. Значит, он умеет читать, значит, он понимает, как это слово писется, значит, он его запомнил. Когда ребенок начал мне показывать итоги, наверное, с 13 с половиной месяцев он начал мне уже показывать правильно, ну правильно, прям основательно правильно. У меня во влогах один раз я, по-моему, мелко, как он это делает в инстаграме, опять же, в видео я выкладываю, пытаюсь как-то внедрить в его игры. Я, наверное, скажу, что все комплексы умницы мне нравятся. Любая методика мне нравится, любые какие-то открытия, которые помогают, любые методики, которые помогают маме заниматься со своим ребенком, даже уделяя, например, 20 минут, 15 минут, 30 минут эффективного времени, а не в телефоне, а не готовя, да, так сказать, для меня является плюсом. Я не вижу, если вы в методике видите какие-то минусы, исправьте ее, подкорректируйте, сделайте под себя, подумайте, как вы можете для своего ребенка использовать его, потому что дети, они нестандартные, они разные, и в каждом кроется своя тайна, своя изюминка, своя натура, свой характер. У меня ребенок неактивный, я выбираю неактивные формы показа. У вас ребенок активный, прыгайте на карточках, гуляйте, лепите, уставите перегонки с карточками, летайте с карточками, все что угодно. Адаптируйте каждую методику и каждую программу под своего ребенка. Благо сейчас есть интернет, очень много очень очаровательных мамочек, с кем можно посоветоваться. Мне пишите беспроблемно, я с радостью постараюсь ответить, помочь, видео отснять, вот всеми любыми способами буду вот так на прямом контакте с вами. Так что не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на Facebook, на Instagram. Оставляйте комментарии, с какими методиками вы занимаетесь, по каким методикам вы занимаетесь с ребенком. Нравится вам, не нравится, какие вы результаты видите. Вообще ваше мнение про раннее развитие, потому что оно прям колоссально, да, отличается у людей отношения именно к раннему развитию. Мне будет очень интересно прочитать про все это. А я как всегда желаю всем хорошего настроения, здоровья вашим деткам, счастливых дней. И всех целую. И пока-пока. Привет всем! Сегодняшнее видео будет посвящено раннее развитию детей, а в частности коробке умница. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Спасибо за субтитры!